Местная школа на 87 учеников. Первый объект, преобразить который, взялся Союз. Здесь новый забор, асфальт, кровля. На очереди полная отделка кабинетов и коридоров с заменой проводки и ламп на современные и удобные. Дети должны заниматься в комфортных условиях. Среда должна воспитывать детей. Такой подход к образованию педагоги приняли от руководителя инвестиционно-строительной компании Союз Владимира Отмашкина. Школу он сразу обозначил как опорный пункт села, будущее определил за детьми и продолжал вкладывать в местное сельхозпредприятие. Сейчас у компании 6,5 тысяч гектаров под пшеницу, гречиху, подсолнечник и работают на них малаховцы. Не важно будущее производства, которое мы здесь развернули. Мы сюда пришли не на один день. Мы должны убедить людей в том, что хорошо жить можно в том случае, если человек будет хорошо работать. Здесь появился комбайновый цех, мастерские, возможно, откроют и маслоцех. Союз создает условия для жизни, люди берегут свой поселок. Вот главный договор Владимира Отмашкина с населением. И, видимо, он работает. Новые объекты продолжают появляться. Ко дню России открыли игровую и спортплощадку. У меня семь детей, и я вообще, вот это внук. Я думаю, что это просто перспектива для детей. Смысла нет уехать куда-то, потому что это родина моих детей. Я даже в Барнауле не знаю, где, да, вот такой комплекс есть. Обычно во дворе или где-то там хотя бы в районе. Ленточку перерезали и у нового Дома культуры. Первыми там чествовали строители Союза. Владимир Отмашкин обмолвался на очереди возведения церкви и очистка озера. Все, чтобы решить их общую с населением задачу – возродить село и память о его жителях. Редактор субтитров А.Семкин